Каким и когда должен быть ужин? Универсальное и простое правило идеального вечернего приема пищи, от которого не поправитесь и снизите вес. Это золотое, можно сказать, платиновое сочетание белок плюс клетчатка плюс ненасыщенные жиры. Но универсальное не значит, что подойдет именно вам. Всем привет! Я Светлана Никитчук, специалист по завтракам, обедам и ужинам. Здесь и в других соцсетях делюсь стопроцентно действенной информацией о здоровом снижении веса. Кормлю так, что люди худеют. Разрешаю есть сладкое, но и это не помогает набирать килограммы. Ужин для большинства это основной прием пищи, потому что завтракают, так скажем, немногие. То не хочу, не могу, то некогда опаздываю, обед проходит на работе. И здесь может быть тоже три варианта. Нечего есть, потому что контейнеры с котлетой и салатом забыты дома. Либо ничего не приготовили, чтобы положить в них. Или поесть банально некогда. Пишите в комментариях, какой обед обычно у вас. Второй вариант это урвать на бегу. Шоколадка, печенька, бутерброд, орешки. Все, до чего дотянулись руки или угостили коллеги, пока вы работали. Ощущение от такого обеда съел, но не наелся. А аппетит разыгрался. И третий вариант. Закажи еду. Ну, вы поняли, классика. Комбо гамбургер, картошка, кола, рисовые суши, пицца для императрицы и так далее. И вот, после таких вариантов обеда, с отражением еды в глазах, вы едете домой. Хотя нет, это слишком идеально. По пути вы заезжаете в магазин за хлебушком на утро. А там ароматы, выпечка, красивые упаковки и ваши голодные глаза и руки, которые набрали полную корзину. Упс, я же только за хлебом. Наконец, вы дома, голодные, без нормального обеда, раздразненные магазином и перед вами весь холодильник. К тому же, и это важно, можно не стесняться. И, наконец-то, быть собой. И натрескаться до икоты. Такое поведение называется пылесу. И оно может становиться привычным. Наступает момент, когда вы действительно хотите похудеть и решаете лишить себя ужина. Что? Вот этого наивысшего наслаждения, ожидания прекрасного, причем мозг сначала соглашается, а потом давит на жалость. То день плохой выдался, то себя жалко, жизнь одна, чтобы себе отказывать в еде и так далее. Организм просто в шоке, что его лишили основного приема пищи. Как в такой ситуации отказаться от ужина? Вечером очень голодная. Такие сообщения приходят постоянно. Первое, чего точно не нужно делать, это отказываться от еды. Этим вы только вырастите у себя в голове саженец запретного плода, который вырастет в могучее дерево, разорвать связь с которым очень сложно. Запрет – это на психологическом уровне сильное желание, а тому, что сильно желаешь, противостоять крайне сложно. Не надо вам этого, поэтому просто ешьте, а особенно вечером. Но время ужина у вас, у меня, у подруги, у мужа может разительно отличаться. Оно зависит от многих факторов жизни – работы, привычек, наличия или отсутствия семьи, увлечений, заболеваний и прочее. Начать стоит с правильного планирования режима питания и конкретного времени приема пищи. Допустим, ваш завтрак в 7 утра. Тогда перекус будет в 10, обед в 14 и так далее. Залог эффективного и достаточного быстрого снижения веса – это знать, что время поесть наступило, даже если нет голода. Именно это чувство и его цепные реакции, срывы, переедание, заедание, мозгу нужно постараться забыть. Но это, конечно, он никогда не сделает. Но минимизировать акцент на голоде – выполнимо. Вы как бы расслабляете его, и ему не нужно больше переживать, что еды мало или она бывает редко. Мозг действительно привыкает, а вы уже не ужинаете так, как будто это последний раз в жизни. Даже не нужно брать листочек, а просто глядя на часы, вы определите 3-4 приема пищи в зависимости от вашего пробуждения. Запоминайте, в первое время лучше заводить будильник, чтобы не забыть. Чем бы вы ни занимались, вы прерываетесь на прием пищи. Ну серьезно, это займет 10-15 минут, 30-40 минут в день. Вы перестанете переедать, уйдет страх остаться голодным. Нездоровая еда перестанет интересовать вас и уйдет из рациона. Что нам нужно? Режим питания можно и нужно планировать в первую очередь для того, чтобы не переедать на ночь. Время может быть нестандартным, и в этом нет проблемы для снижения веса. У меня были случаи, когда люди обращались с подъемом в 3 утра, и мы подстраивали питание под их режим жизни, график работы. И наоборот, позднее засыпание, потому что домой они добрались в час-два ночи. И вот после построения четкого графика можно говорить о том, какие продукты нужно выбирать на ужин, а какие исключить. Отказываемся от быстрых углеводов на ужин. Никакого белого хлеба и выпечки. Каша кукурузная, пшенная, манная, само собой, даже по утрам не рекомендую. Суши, а точнее белый рис, и в них соевый соус, источник быстрых углеводов. Все сладости, шоколад, мармелад, зефир, мороженое убираем до завтрака. Из овощей нежелателен, пожалуй, только картофель. Готовьте тушеные овощи. Не обращайте внимания на гликемический индекс. Да, он будет высоким. У моркови, кабачка, свеклы, но это не важно. Нам гораздо важнее, чтобы ужин быстро и легко усвоился. Пищеварение закончится до того, как вы пойдете спать. Это идеально, и к этому нужно стремиться. Бобовые тоже коварны своими быстрыми углеводами, и с ними тоже не все так однозначно. Многие запекают тыкву, поливают медом. Это категорически делать нельзя, если вы планируете снижать вес. Фрукты и сухофрукты не должны в априоре ассоциироваться с ужином. Сладкое нельзя. Соки, компоты, лимонады, алкоголь тоже. Следующая группа, чего нельзя, это молочные продукты. Никаких кефиров на ночь и других кисломолочных продуктов. Почему? Вы столько лет слышали рекомендацию из диет, от докторов. Да, и если отдыхали в детских оздоровительных лагерях, или санаториях, профилакториях, наверняка помните о кефире на ночь. Это привычка многих из детства и столько убеждений, что так полезнее всего. Однако я сегодня говорю об ужине, который будет помогать вам худеть. Кефир же будет препятствовать этому, потому что содержит молочный сахар, а это значит быстрые углеводы и выработка инсулина, который в свою очередь будет мешать снижать вес. Современные протоколы диетологии не рекомендуют кисломолочные продукты на ужин и тем более на ночь. Да, в лечебных целях, при болезнях желудочно-кишечного тракта, при снижении иммунитета, при нервных расстройствах, но не с целью снизить вес и сахар в крови. Надеюсь, я закрыла все ваши вопросы по поводу, а вот раньше говорили, ни в коем случае на ужин не выбирайте тяжелые белковые продукты. Это, естественно, жирное мясо, в котором будет слишком большое содержание белка для ужина, но и еще и больше в нем будет жира, который резко замедляет пищеварение. А значит, что белок, который и так вечером плохо переваривается, будет это делать еще медленнее. В момент, когда пищевой комок достигнет тонкого кишечника, усвоить белок не получится, потому что он не успел подготовиться. Он недопереваренный. Дальнейшее прохождение такой массы, содержащей белок, вызывает брожение и вздутие живота, ощущение распирания. Как заснуть с такими симптомами? Вдобавок усиленно вырабатывается желчь, а это достаточно неприятное чувство и боль в правом подреберье, знакомая многим. Подытожим. Нельзя. Быстрые углеводы, молочные продукты, тяжелый белок. Несмотря на универсальное золотое правило, белок, клетчатка и ненасыщенные жиры на ужин существуют исключения. В отношении питания не может быть четких границ для всех. Ведь у каждого из нас есть свои особенности. Когда я рекомендую съесть легкий белок, это значит блюдо должно быть из морепродуктов, рыбы, курицы, индейки или яйца, если их не было на утро. Плюсом овощи желательно тушеные. И не забывайте добавлять на ненасыщенные жиры оливковое масло и льняное. Авокадо, маслины тоже подойдут. В моей практике бывают и такие случаи, когда человеку просто необходим гарнир из крупы. Для того, чтобы он мог элементарно заснуть без чувства голода. Но, конечно, я слежу за тем, чтобы они были со средним гликемическим индексом. И на самом деле, случаи, которые выходят за рамки универсальных правил, довольно часто встречаются. Можно сделать дорогущий генетический тест и узнать скорость расщепления углеводов в вашем организме. По результатам которого, например, вам можно плотно ужинать, как вариант картошкой, и через 3 часа спокойно ложиться спать. У другого может оказаться, что гарнир в последний раз может быть только на полудник. А это за 6 часов до сна. А у кого-то за 8-10 часов. То есть, сказать точно, что можно есть именно вам на ужин, чтобы снижать вес, сложно. Это очень индивидуально. Поэтому марафоны по снижению веса кому-то хорошо заходят, а для кого-то мучения, неудачный эксперимент и быстрый набор сброшенных килограммов. Поэтому у меня на курсе только индивидуальная работа, подбор питания, на котором вам комфортно и сытно снижать вес. Скажу больше. Для того, чтобы видеть результаты правильного ужина, не нужно сдавать генетический анализ. Это достаточно дорого. Если после просмотра этого видео вы приготовили ужин по универсальному правилу и легли спать без чувства голода и тяжести в животе, а утром увидели минус на весах, то универсальные рекомендации для вас. А если вам голодно, тогда добавляйте крупы. Буквально несколько ложек гречки, допустим, или полбы чечевицы. Словом, что дает насыщение, но не поднимается инсулин. По циркадным ритмам выработки гормонов и активности работы желудочно-кишечного тракта один и тот же продукт будет совершенно по-разному восприниматься организмом утром или вечером. Банан утром и банан вечером – это два разных банана. Учитывайте это, когда готовите ужин. Аналогия с рестораном. Наше тело – это само заведение, а желудочно-кишечный тракт – это кухня. Днем на кухне кипит работа, а вечером замедляется. Убираются и готовятся к новому рабочему дню. То же самое происходит и у нас в организме. Ужин за 3 часа до сна – это идеально. Пищевая пауза в 12 часов от ужина до завтрака – это тоже безупречно. Для ускорения метаболизма и для легкого засыпания и бодрого подъема. Когда вы привыкаете, что у вас нет тяжести, не распирает живот от газов и сжоги, то улучшается и сексуальная жизнь. К этому мы приходим за 6 недель снижения веса. Особое значение уделяйте завтраку, и это неоспоримо. Но то, как вы выспитесь, как проснетесь, будете ли вы по-здоровому голодны, зависит от того, когда и каким был ваш ужин. Питайтесь правильно. Благодарна всем, кто ставит лайк и подписывается. Анкета для предзаписи на нутрициологику сразу под видео. Заполняйте, и я сообщу, когда старт нового потока. Обязательно увидимся снова. Пока-пока. Продолжение следует...